Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, в студии Радио Болтком Наталья Михайлова и сегодня мы поговорим о здравоохранении. Сегодня у нас в студии министр здравоохранения Илза Винкела. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Мы поговорим о проблемах, о вопросах, которые связаны в том числе и с двумя корзинами, и с психиатрией и так далее, с разными вопросами. Я вас призываю тоже участвовать в нашей программе, звонить нам 672-12-939 и 672-13-939. Но если разрешите, я начну с письма нам в редакцию. Мне кажется, что это очень важно. Парень, 32 года, редкий агрессивный вид онкологии, саркома Юинга. С самого начала Гай Лизерс отказался госпитализировать с высокой температурой и сильными болями в спине. Прописали антибиотики, направили сдать тест на туберкулез. Чудом оказались сауриеши, где выявили онкологию на второй стадии. Пациент перенес две операции и девять химии. На сегодняшний день метастазирование позвоночника и четвертое ребро. Ждать следующего блока палеотивного лечения два месяца. Лечащий врач говорит, идите наверх. Как выжить? Такое письмо пришло. Это очень одно из самых сложных в моей работе. Именно отвечать или пытаться отвечать на очень конкретные рассказы, за которыми очень много боли, страданий и очень конкретные люди со своими историями. Как до следующего палеотивного курса, это очевидно подразумевается, эти 10 дней, которые оплачиваются в палеотивной лечебнице. То, что говорят врачи, что, да, начнем с проблемы, то, что у нас, конечно, палеотивная служба не налажена, она очень только начинается развиваться, и из-за недостатка средств именно стационар вот именно так очень недоступен. Но то, что говорят сами врачи по палеотивной помощи, что не всегда человеку надо быть в больнице, и очевидно, больница это в критические моменты, когда обострение получается, в остальном в идеальном мире должна быть доступна помощь на дому. Так что, что сейчас происходит в Риге попроще, в Риге есть несколько организаций, которые предлагают помощь палеотивную на дому, для взрослых сложнее, чем для детей. Но я очень хорошо понимаю, что это все стоит огромных средств тоже для семьи и для больного человека. И да, то, что я могу сказать, я знаю об этой проблеме, и мы в мере доступного финансирования пытаемся это решать. И очевидно, в Риге не хватает палеотивной помощи, кровати не хватает, и это одна из вещей, которая будет в следующие годы развиваться. Ну вот эти два месяца, это не относится, вот говорили же, онкология, зеленый коридор, вот этот зеленый коридор, он вообще работает или сюда он не распространяется? Ну вот, когда уже речь доходит до палеотивной помощи, это уже не про онкологию, это как человеку помочь удалить боль, уменьшить боль, и палеотивная помощь, это значит, что человек неизлечим, в принципе. Так что тут зеленый коридор – это другая отрасль. А есть какие-то варианты, я не знаю, каких-то общественных организаций или кто-то, может быть, с Красного Креста как-то помогает в этом? И то, что… Здесь же не может, ну, допустим, если работающий человек, он не может все время находиться рядом с больным, ему надо тоже деньги заработать. Я понимаю, что это может быть воспринято как отговоры, но, конечно, каждый случай индивидуален, и, как я уже говорила, врачи сами говорят, что человеку не надо быть все время в больнице для палеотивной помощи, Ему надо раз отразу, там, ну, когда есть окутная… Да, острая. Острая нужда, да, тогда помощь. И сейчас есть несколько организаций, которые и предлагают помощь на дому, в том числе и Латвии Саморешу, Апиа Ниба, и Первая больница Рижская немножко этим занимается. Но я абсолютно информирована и знаю, что эта ситуация из ряда вон выходящих. А почему она такая запущенная? То есть, изначально не было приоритетом или что? Ну, потому что, когда, ну, очень недостаточно средства, да, то, конечно, к сожалению, ну, такова жизнь, она очень в этих отношениях, ну, жестокая, может казаться тоже несприводливая, что эти небольшие деньги распределяются в первую очередь тем, которым можно помочь, где есть надежда на лечение и на улучшение ситуации. И, конечно, палеоактивная помощь и хоспис, которая помощь неизлечима больным людям и тоже умирающим людям, это откладывалось в дальнюю полку, да. Но если мы гуманное и социально ответственное общество, то и тем людям, которые неизлечимо больны, у них есть право получить помощь, чтобы их остаток жизни, пока они с нами, был более, ну, достойный и с меньшими страданиями. А как вот, какие вы видите пути для того, чтобы эта помощь приходила вовремя? Вы очень много говорили о том, что медицина должна повернуться лицом к пациенту в первую очередь. Например, говоря о палеоактивной помощи, есть такая ситуация, да, объективно не хватает средств, но есть все-таки какая-то сеть помощи, которую пациент может получить или сам финансируя, или есть какие-то программы, где можно кофинансирование получить. И то, что, к сожалению, реальность оказывается, что и эту информацию не можно просто получить, да. Она не обобщена, и она не предлагается пациенту, когда он из тех самых, например, сауриаши выходит. Ну, так напишем же один такой, на одном листе, хотя бы телефоны в Риге, куда обращаться, чтобы человеку при этом стрессе не надо было через интернет-искатель находить эту информацию. Мы это с коллегами переговорили, и я надеюсь, что в близком времени хотя бы такой минимум, как обобщенная информация, которую человеку дается с собой, когда его выписывают из больницы, хоть этот минимум. Это просто надо, что у нас, с чем мы хромаем, мы как-то не додумываемся, что даже такие маленькие вещи, они очень важны для человека, который болен, который в стрессе, в ситуации стресса, который непрофессиональный, больной, да, которому это первый опыт. Так, слушатель наш уточняет, это тот слушатель, который прислал письмо, что речь была не о палеоативной помощи для безнадежных, а о спасительном курсе химиотерапии, и очередь сейчас на химию 2-1,5 месяца. А, ну, просто вы читали, что палеоативная. Да, да, он так написал, я абсолютно процитировала письмо. Ну, вот, если, допустим, это все-таки, тогда речь не идет о палеоативном, а вот о химиотерапии 2-1,5 месяца. Очередь на химию. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, что по мере добавления финансирования очереди уменьшаются. Конечно, что это человеку, которому надо с этим жутким диагнозом ждать на следующую химиотерапию. Моя речь не очень помогает, очевидно. Но, в принципе, я хочу заверить, что каждый год добавляется финансирование, чтобы можно было и очереди уменьшать, чтобы работу организовывать более приемлемо для пациентов, и чтобы мы могли бы закупать больше этих препаратов, в том числе и химиотерапию нового поколения, предлагать лечение более современными медикаментами. Получается, что у нас зеленый коридор только на вот этой стадии подозрения, выявления заболевания. И до первого, да, лечение, он хромает зеленый коридор, да, я это знаю, и мы просто день за днем работаем, чтобы эти проблемы хотя бы уменьшить, если не устранить сразу. Но в данном случае только ждать или платно идти? То есть такие варианты? Ну, не просите от меня ответа. Я думаю, что это не единственная ситуация, скорее всего, поэтому… Очевидно, да. Хорошо, вот про зеленый коридор вообще. В целом говорилось и о том, что не только онкология попадает в зеленый коридор, но кардиология тоже. Как он работает? Вы следите за этим? Да, мы следим. И сейчас мы следим и мы в контакте с организациями, которые представляют пациентов, и с врачами, чтобы делается аудит сейчас зеленого коридора Веслибс инспекции. Они смотрят эти алгоритмы, в которых в местах создаются проблемы, что мы можем конкретно по процессам улучшить. Сразу могу сказать, одна вещь, которая не работает на 100%, и которая, на мой взгляд, решима и без дополнительного финансирования, как циркулирует информация, да. Например, есть скрининг, там что-то находится, ну, выявляются какие-то проблемы, что потом происходит, да. Как эта информация доводится до пациента, кто ему эту весть доносит, достаются ли эти результаты автоматически семейному врачу, да. Так что тут не только нехватка денег, тут и вопрос о том, как организован процесс, да. Так что над этим работаем. Илза Винкела, министр здравоохранения у нас в студии. Надевайте наушники, будем по ходу дела принимать звонки, пожалуйста. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, Александр. Добрый день, Александр. Госпожа Винкела, вы все время говорите, не хватает, нет. Когда будет хватать? 30 лет уже независимости, у вас все не хватает. Я вам хочу рассказать конкретный случай. Недавно я столкнулся. Вот у меня знакомая попала в 5-е отделение Галезераса, урология. К ней врач, на скорую ее привезли туда. К ней врач подошел только через неделю, уролог. Вот она лежала там и мучилась целую неделю. И врач, уролог, только подошел через неделю. Другой врач подошел и матом ругался в отделении. Все были в шоке там. Вот назовите, как можно к вам попасть на прием, чтобы человек, который там лежал, вам рассказал эту историю, как матом ругается доктор. Спасибо. Ну, если это так, как слушатель описал, если там матом ругается, если на самом деле неделю лежа доктор не подходил, это, конечно, одна вещь позвонить на радио, а вторая вещь написать заявление в инспекцию здравоохранения. И, в первую очередь, в управлении у Гайли Зарса. Конечно, это более эффективная вещь, чем звонить на радио и анонимно рассказывать министру. В данном случае вы советуете написать письмо и отдел уход, в принципе? Да, абсолютно. Начните с того, что вы напишете больницу на имя руководства. И веселые в инспекции. И веселые в инспекции. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Рад был предыдущий слушатель, что сколько вам денег не дай, они все равно куда-то растащатся, непонятно. Вопрос такой. Вот у человека по урологии тоже, значит, он не может мочеиспускания. И его толкают все на операцию, да. Операция стоит от 800 до 1200 евро. Этот человек все равно работал ему 65 лет, но у него нету, у него пенсии 130. Что делать человеку в этой ситуации? Спасибо. Да, спасибо. Я не буду комментировать конкретные вещи, потому что... Тогда можно сказать по поводу вообще очередей на операции. Я так понимаю, что речь идет о том, что бесплатно эту операцию сделать невозможно из-за того, что очереди. Тут есть... Мы не знаем про очереди. Тут не было упомянуто, что с очередями и как долго надо ждать. И тут начнем сначала. Во-первых, сколько вам денег не давай, не хватает. Во-первых, это деньги не даются мне. Это на здравоохранение в целом. Во-вторых, я очень хорошо понимаю, что у нас масса, тонна проблем. Но давайте все-таки смотреть на картину в целом. И извините, у нас масса хорошо вылеченных людей, у нас кардиология на уровне, у нас худо-бедно какие-то компенсированные медикаменты получаются. Так что, конечно, дел очень много и ситуация сложна, но так, чтобы сказать, что голод, холод и разруха, и тут все деньги растранжируются, это было бы по меньшей мере не объективно описать картину. То, что касается «все вам денег давай» не хватает, давайте опять-таки смотреть в контексте. Я не могу, к сожалению, ответить. У меня есть несколько версий, почему здравоохранение все эти 30 лет финансировалось так плачевно. Один из вариантов таков, что мы, в принципе, еще со советских времен привыкли к системе, когда медицина как-то получается по контактам у нас, кому-то позвонить, что-то договориться. По блату, грубо говоря. По блату. И это, извините, было и в советское время, да, блатная медицина. И мы, к сожалению, эту систему переняли. И до тех пор, пока развитие медицины, это современная фармакология, все дорогие, очень точные, нужные исследования, все аппаратуры, они очень резко подняли самостоимость, себестоимость услуг. И уже эта традициональная блатовая система просто этого не выдерживает. И тогда мы смотрим, что, да, к сожалению, то финансирование, которое отводится из бюджета, оно более чем плачевно. Оно настолько невелико, что мы даже не можем быть эффективны. Да, что это так же само, как если в семье очень мало денег, то возможность, что эти деньги будут тратиться неэффективно, она высока, да, потому что вы перебиваетесь евро за евро. И последние два года только мы можем говорить о существенном прибавлении финансирования здравоохранения. То, что тоже одна проблема, и что моя прямая ответственность, конечно, как эффективно мы эти деньги тратим, да. И там у нас резервов еще очень достаточно, потому что мы не тратим эффективно. И то, что я понимаю, ну, негодование слушателей, к сожалению, государство не может предоставить отчет очень точного о том, как мы эти деньги тратим. И я этим занимаюсь каждый день. И я думаю, в следующей неделе, например, будет не очень приятное открытие по тому, как мы бюджет тратим. Но это единственный путь, на мой взгляд, день за днем вырывать эти неэффективные корруптивные затраты, чтобы деньги шли вот на уменьшение очередей. Илза Винкелла у нас в студии. Сейчас прервемся на перерыв новостей и рекламы, потом продолжим. Разворот сегодня веду я, Наталья Михайлова. В развороте в гостях министра здравоохранения Илза Винкеля, 672-12-939, 672-13-939, WhatsApp 230-6191. Итак, про две корзины, которые отменяются, что ждет пациентов и врачей, и как вы будете учитывать людей, которые нигде не работают, например. Так, тут немножко такой короткий курс, где мы сейчас находимся. Прошлые сами правительства приняли эту, на мой взгляд, неуклюжую и даже очень плохую такую систему, где латвийских жителей делят на две группы. На правильных налогоплательщиков и неправильных. Те, которые работают в простом режиме, за которых уплачиваются все налоги из работы дателя, им добавили один процентный пункт социальным сносом и сказали, что они правильные. Те, которые микропредприятия, самозанятые, самозанятые, авторские, автор от людей, в один день стали неправильными налогоплательщиками, им предоставлялась возможность самим заплатить около неполно 200 евро за год, чтобы получить здравоохранение. Это очень дискриминирующая норма и плюс она оказалась, что она не действует, потому что сначала рассчитывалось, что сами будут страховаться около, по разным расчетам, около 200 тысяч людей, на самом деле эти взносы внесли около 5 тысяч, только людей. Это оказалось, что это не действует. И, конечно, если у вас маленький бюджет и у вас туго с деньгами, вы эту страховку не будете платить, если только что-то случится. И там, конечно, никакая страховая система не получается. И мое предложение таково, что мы тогда делаем всем по-одинаковому, если уже есть этот один процентный пункт социальным сносом, то давайте это применяем к всем, которые работают в разных режимах, и они будут застрахованы, и они получают весь объем, сколько государство предоставляет. И расширяем те группы, которые страхуются государством, добавляем к тем уже, которые 21 группа еще, инвалидов третьей группы, и тех людей, которые ухаживают за инвалидами первой и второй группы. И тогда мы очень расширяем этот зонд, под которым мы находимся все страхованы. И те небольшие группы людей, которые, например, живут только с доходов, не знаю, сдавая квартиры или там продавая лес, то они должны были бы платить за год такой страховую, страхование 1% в социальных сносах с минимальной зарплаты. И это бы предоставлялось как счет по недвижимости, раз в начале года, и человек, уплачивая, если смотреть на эту минимальную зарплату, 51 евро в год, он застрахован. Врачам и еще одна большая разница с той системой, которую госпожа Чакша приняла, что человеку бы помощь предоставлялась вне зависимости от его статуса, если он резидент Латвии, а потом уже, когда национальная веселая и бездельная служба здоровья бы смотрела по счетам, если человек оказался, что он свой не застрахован, то ему счет на эту сумму страховки бы предъявлялся постфакту, но его не отстранили бы от помощи медицинской. И докторам не надо было бы сортировать людей. Эту систему как хорошую оценил и вот был в такой миссии эксперт господин Эвитовиц организации, Смирной организации здоровья, он сказал, что это было бы очень современная и для людей щадящая система страхования. А есть где-то такая еще, это какой-то образец взятый с кого-то, или это мы придумали вот наша модель? У нас получилось так, что через ошибки, через такие неправильные решения, мы, может быть, в конце концов подойдем к очень современной системе, потому что то, что вот тоже Всемирная организация здоровья говорит, что все больше государств в Европе, в том числе и богатых государств, переходит с финансирования здоровья не с страховых взносов, а с цел, ну с бюджета, с доходов бюджета в целом, потому что это более более гуманно, потому что здравоохранение, доступное здравоохранение, это не экстра, это часть прав человека, да, а с налогонеплательщиками борется не система здравоохранения, с ними борется финансовая полиция, служба госдоходов, но не доктора. Ну вот, а те, кто не заплатит, допустим, как с ними? Ну, как я уже говорила, если вы им оказывают, будут оказывать? Да, оказывается помощь, и просто потом, если оказывается, что по регистрам человек или не застрахован через взносы в социальные страхования, то ему предъявляется этот счет, который тогда так же, как люди все-таки довольно дисциплинированно платят налог по недвижимости. То есть он больше как налог или как счет за больницу? Потому что, например, счета за больницу очень плохо оплачивают, там тоже должников полно. Ну, тут получается, тогда, если уж человек очень недобросовестен, тогда у него получается счет за больницу, да, и этот еще счет за этот годовой взнос страховой, как и говорила, который мы сейчас намерены утвердить в объеме одного процентного пункта социальных снос с минимальным согласом. А группы, которые не платят этот взнос, они сохраняются все эти категории? Малые мощи, пенсионеры? Еще добавляются, как я говорила, добавляются еще, который не был включен к этим группам еще третьей инвалидности группы. Тоже добавляются, Тоже добавляются. А вот эти люди, которые нигде не работают, домохозяйки, например, там, не знаю, длительные, безработные, которые уже без статуса имеются. Потому что там, как я уже говорила, это объем, который получается, или они государством страхуются, они освобождены от взносов, или страхуются через занятость, да, через все эти режимы занятости, то тех людей остается сравнительно немного, и им предоставляется тогда этот одноразовый счет со страховым взносом. Если мы смотрим на минимальную зарплату, которая сейчас стоит, получилось 51 евро в год, и я думаю, вы согласитесь, что это уж не такая сумма. Даже если смотрим по сравнению с этой, которая была бы около 200 евро, в следующем году еще больше, что это все-таки по силам 51 евро заплатить за то, чтобы вы получили это угробнение. Но получается вот эта вся система, которую долго-долго придумывали, эта реформа, она вообще, можно сказать, мы ее выбросили в мусор. Ну, мы разобрались в своем хозяйстве, мы заказали решение IT, что мы сейчас можем 23 базы данных совместить, видеть, кто где работает, и разобраться, кто же у нас тут живет на самом деле, а кто выехал, но не декларировал, что он выехал из страны. Так что это внесло более ясности, но если вы меня спрашиваете, почему надо было это идти таким длинным путем, я не знаю, потому что все эксперты одним голосом предупреждали правительство, и в том числе премьера и госпожу Чакшу, что неправильно, неправильным путем идем, почему так в конце концов получилось. Ну, то есть это останется скорее всего на том, что это просто ошибка, и, ну, по сути, как бы... Слава Богу, что мы эту ошибку в жизни не воплотили. Да, но все равно уже потрачено очень много денег, так получается. тут... Не впустую это потрачены деньги. Это деньги, которые потрачены на эту систему совмещения базы данных, она не зазря потрачена, но что потрачено, конечно, что посложнее оценить это, сколько человека часов, да, потрачено в том же министерстве здравоохранения, где коллеги ярых одни, как чиновники, знали, что мы идем неправильным путем, но, к сожалению, политическое руководство было глухо к этим предупреждениям. Что с теми людьми, которые, вот вы уже помянули, они находятся за границей, там работают и иногда получают здесь медицинские услуги? Так, во-первых... Вы говорили о том, что можно как-то взыскать тех стран, где они находятся. Да, это один вопрос, как медицинское есть, отчереждение или врачи спрашивают, застрахованы ли вы ну еще этой страховкой, ну... Страховкой. Да, страховкой. Так надо будет попросить, ну где человек застрахован, в какой стране, да, если он может предоставить эту карту ЭВА, то тогда счет отсылается тому государству, где он застрахован, и это не надо будет делать ни самому человеку, ни учреждению или доктору, этим будет заниматься национальная служба здоровья, эти международные счета. но если человек, который живет за границей, все-таки захочет тут принимать услуги здравоохранения, не показывая эту карту ЭВА, то ему придется, и он не будет застрахован через социальное страхование, да, потому что он тут платит налоги по занятости, тогда он сможет приобрести или внести этот взнос в объем и тогда он будет получаться наряду с постоянными жителями Латвии, с гражданами Латвии, да, потому что тут еще надо что понять, если мы все-таки и это сейчас так, и это будет и в будущем, что основная часть здравоохранения финансируется всеобщими налогами, да, то не забудем, что те наши сограждане, которые живут за рубежом, они присылают деньгами по статистике Латвийского банка, и они видят эти деньги, присылают за год около полумиллиарда евро сюда своим родным, своим близким, как финансиальную помощь, и эти деньги тут тратятся, и они через ПВН, через акции налог, они входят в бюджет, и таким образом, они даже находясь за рубежом, мини-платеж здесь подоходов налога, они в принципе пополняют наш бюджет, и в том числе бюджет по здравоохранению. Еще звонок премиум Милза Винкела у нас в студии, пожалуйста, здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, Наталья, добрый день, госпожа министр, все, я ее беспокою, то есть, в принципе, люди, которые лишены работы по причине того, что последние 30 лет все производства местные убиты, вынуждены попадать в ситуацию, как показал комик Зеленский, Сарочка, позовите мне в следующие 500 евро. Спасибо большое. То, что предложено было сегрегацию населения произвести, это тоже попахивает фашизмом, и все эти инструменты, которые нам сейчас предлагают и перебирают, они, конечно, ведут все к одному. Вопрос вот какой. В поликлинику приходя, мне вместе с, точнее, я отдаю направление, дают какую-то на формате поделенного листа А4 информацию о том, что мне нужно подписать разрешение о передаче своих персональных данных СИАДАТАКОМ, который АЭС, если либо СЦЕНТР-4, доверяет сбор персональных данных. Скажите, пожалуйста, если я не желаю сдавать свои персональные данные согласно европейской норме о защите прав потребителей персональных данных и так далее, почему людям поддаются на кассе эти писульки. Мы не будем доверять ферме в 2500 евро капиталам свои персональные данные, чтобы ими манипулировали в дальнейшем. Мало того, что упражнение сейчас кареты скорой помощи вместо профессиональных водителей посадили за роль медработников, а в дальнейшем посадят и замес САЗа, население не ознакомлено с тем, что по дефолту участвуют в программе по трансплантологии своих персональных органов и родственников. Да, спасибо, Сергей. Вы же комментируете. Я рада, что у нас очень информировано население, которое дорожит своими персональными данными и их перед раздачей по миру все-таки смотрят, что подписывают. И всем это желаю посмотреть, что мы подписываем. Илза Винкела в студии. Еще несколько минут у нас остается. Хотелось бы еще поговорить о психиатрии. Этот год объявлен годом психиатрии. В чем это выражается? Вы говорили о том, что считаете своим приоритетом развития психиатрии в Латвии. Это у нас получилось так. Мы говорим о онкологии, мы говорим о смертности здоровья матери и ребенка. Ну, что не допустимо там в природах ни одного ребенка терять. Мы говорим о кардиологии. Но мы не говорим и как бы игнорируем одну запущенную и забытую отрасль это психиатрия. И мы даже не представляем насколько это широко касается нашего общества. Каждый четвертый человек во время своей жизни таким или образом другим образом сталкивается с какими-то психическими заболеваниями или поострениями. Эта отрасль была годами не финансирована и то, что там творится, там еще творится, к сожалению, очень много советской психиатрии, где человек, если он даже попадает в сильную депрессию, просто запирается на 30 дней в палате без этого права на выход и просто его бомбят медикаментами и ничего другого не происходит. На мой взгляд, это негуманно. Люди боятся говорить, как мы слышали про урологию нам звонили, про онкологию написали. Люди боятся говорить о своих психических заболеваниях, потому что это еще влечет массу негативных посредствий, их на работе могут на них не так смотреть. И да, я думаю, что если мы гуманное общество, то мы должны прекратить такие прятки и сказать, что это такая же болезнь, как все другие, отводить на это достаточно финансирования и понять, что психическое заболевание оно лечится не только с тяжелыми и старомодными медикаментами, но они заслуживают эти люди и терапевта, и психотерапевта, и эрготерапевта, и все, что может более быстро помочь вернуться опять к нормальной жизни. Но вы хотите в этом году эту проблему просто заострить или уже есть какие-то конкретные решения? Мы смотрим сейчас как развивать амбулаторную психиатрическую помощь, потому что сейчас это, к сожалению, привилегия только Рижан. У нас есть два абсолютно просто замечательных амбулаторных центра в Тейке и в Задвинье, а в регионах нету не амбулаторной помощи государством оплаченной психиатрии взрослым, а про то, что творится с детской психиатрией я вообще не хочу говорить, потому что там, например, на консультации вообще год надо в очередь стоять с ребенком. Так и есть. Так и есть. У нас был здесь врач по аутистам и как раз он рассказывал об этом, что консультации нужны. И так что мы не только тут дополнительное финансирование отводим, но и начинаем работать с развитием амбулаторной сети по всей стране. Я понимаю, что это все-таки деталь, может быть, частность, но это тоже очень важно. Скажем так, я была в одном центре тоже, и там очень милые люди, очень теплая такая домашняя атмосфера, но такая всеобщая ветхость, обшарпанность, старые облезлые диваны, деньги на ремонт такого рода учреждений. Я понимаю, что это может быть не ваша сфера, а Министерство благосостояния. Но в том числе и наше. Тем не менее, они сопряжены, да, и все-таки психически больным людям, для которых это единственный дом, тоже хочется жить в красивых условиях, хотя бы таких новых, там, с новой мебелью, с какой-то. Ну, вы знаете, еще твой каялок, наш самый флагман, да, психиатрическая лечебница, там, например, для острых наркологических пациентов, это я даже, ну, я понимаю, что это сейчас глупо, может быть, звучит так, ужасаться, но то, что там происходит еще до сих пор, да, что 14-15 человек в одной палате без воздуха, это как, я не знаю, с 80-х годов такое, что-то перекочевало в наши дни, и да, то, в каких условиях, физических условиях, насколько эти, ну, сами палаты и способлены для людей, это в том числе будет вот по этому психиатрическому плану тоже развиваться. Спасибо большое, у нас в гостях была сегодня министр здравоохранения Илза Винкела, вела программу Наталья Михайлова. Спасибо. До свидания.